Триумф Андердогов продолжается, и команда Эдвард Гейминг начинает серию с победы против команды Фнатик. И учитывая, что именно они в этой серии темные лошадки, пока все у нас по заложенному сценарию и по речному нам по четвертьфиналам, которые уже прошли. Итак, Эдвард Гейминг начинает бодро, и Элиза от Брокса вообще не сделала ничего, чем можно было удивиться. То есть были неплохие моменты в ранней игре, но в общем целом никакого давления не было. Ксинжао царил полностью в ранней игре, и в общем целом команда Фнатик выглядела очень сконфуженно и избитой с толку. Я бы сказал, одной вещью Элиза нас удивила, это тем, что она попала в эту игру. Я очень скептически относился к этому персонажу в течение достаточно долгого времени, после кучи нерфов, которые она пережила. Последние ее бафы 8-19 явно было не то, что может ее вернуть в мету. Было интересно посмотреть на то, как ее можно реализовать все-таки. Это все еще персонаж, который в ранней игре может заганкать, задайвить и так далее. Здесь, к сожалению, ничего не получилось. И мне кажется, что эту игру уже на драфте Фнатике, можно сказать, отдали. Примерно так же, как отдали Африка первую игру своим американским оппонентам. Все верно, все верно толкует Файк. Мне кажется, что Элиза это был вообще последний шанс на то, чтобы как-то камбэкнуть этот драфт. Мне кажется, тренер понимал, что все, и Диджи переиграли. Начнем с того, вот мы с Файком думали после того, как драфт прошел, что можно было изменить. Не воруя, естественно, никаких Лебланок и Ксержа у оппонентов. Потому что это уже совсем другая игра была бы. А, допустим, если бы они не раскрыли свой флекс и не взяли под конец Свейна, а взяли, допустим, Элистара, которую они забрали во второй фазе, посмотрели бы, будет ли Лебланка. Если бы ее увидели, могли бы чем-то законтрить. Либо взять другого топера, какого-нибудь сейфового просто танка. И вот тогда бы уже можно было и не Элизу брать, а просто стандартного какого-нибудь, условно говоря, Грагаса, например. Олаф был открыт, кстати говоря. Олаф, да. И уже совсем по-другому бы игра смотрелась. А здесь, когда мы увидели драфт, это понятно, что если Фнатики не в трансе и ИДЖ не заинтят, то это легкая победа, потому что слишком все хорошо. Это три выигрышных линии, сильный лесник, который все это укрепляет, и ты ничего не можешь сделать. И Лиза, это был единственный шанс, если она расфидится, если она будет просто закокон ваншот от Ксена, и Ксен не сможет там вообще никуда выходить, и Лиза внезапно закемпит одну-две линии, а впоследствии у них есть недвижность, у них есть кокон, есть Изреаль, который упалкает. В целом, сетап смотрелся, как в мидгейме что-то неплохое, но это на уровне, как вот играли Мэтт и как играли Гамбит, когда они брали Зою Изреаля, где у тебя там Зоя стоит в Синдру, ничего не можешь сделать, Изреаль стоит в Шаю, ничего не можешь сделать, и если вы выйдете в мидгейм, то вы можете напалкать, и тогда, возможно, у вас будет шанс и Тони Фарк. Если вы преимущественно выйдете. В чем вообще была идея брать в первую ротацию Изреаля так рано? Обычно он брался у нас как контрпик, то есть вообще, ну не контрпик, а хотя бы какой-то сейвовый пик, такой вот конец драфта, а ты очень рано забрал Реклас, вот, в чем вообще была идея? Ну, провязали, просто увидели Шаю Рейкона, и против них как бы уже ничего не хочется брать, взяли просто Изреаля сейфово, наверное, думали, что Алистар будет побольше ромить, Изреаля будет просто один в два стоять, и решили ничего не палить. То есть они так много, они так спалили Флекс. Если бы они еще что-то показали, это совсем было бы драфт просто, ну, такой детский, и с таким драфтом против ДД играть нельзя. Изреаля вообще у нас нечастый гость на этом турнире. По-моему, Реклас один из немногих, кто Изреаля любит и до сих пор дает ему какое-то предпочтение. В целом, я считаю, что да, вот как Зак сказал, просто что-то максимально сейфовое, что открывает нам опции, например, для какого-то мобильного саппорта с ротациями, там, условный Пайк, условный Шен, да, такого рода персонажи. В целом, сказать, что Изреаля надо было забирать, потому что если не заберем, то противники забанят, ну, мне сложно представить. Я бы на месте EDG, я бы скорее банил условную Тристану Севир, тоже, чем Реклас любит играть, поэтому вот эти вот именно Ирелия плюс Свейн, забранные в самом начале, мне кажется, что это была, наверное, самая главная ошибка в драфте, и очень хочется, опять-таки, отметить вот эту связку Лебланка-Ксин. Это, наверное, самая стандартная связка для того, чтобы захватить преимущество на центральной линии и это преимущество разносить по всей карте. Не очень понятно, насколько был необходимый, я держу, все же, Клетт, такой был ответ, я понимаю, что нет, там уже был в бане Орн и был, вроде бы, в бане Сион, то есть инициаций было не очень много, такой прямой, стоп-лейна, но почему именно Клетт, потому что Свейн его доминировал на линии, он давил его сильно, и, к тому же, в принципе, матч-ап неприятный для Клетта, потому что Клетт хорош в танков и милишников, которым он может драться постоянно на своих условиях, там, как-то врываться в файт, а потом выходить обратно, а Свейн на рейнже стоит, он контролирует линию лучше, то есть как-то вот в этом плане, мне кажется, даже драфт и диджи был чуть не особо продуман, то есть пик был взят на ласт пик, но до инициации, видимо, больше. И обязательно что-то не сработало, да, на верхней линии? Вообще, Клетт контрпик Свейна, почему не срабатывает? Почему? А? Ну, а в чем? Ну, ты жмешь ешку вперед, залетаешь, кидаешь капкан, и Свейн выйти не может. И поэтому грызешь? Ну да, он просто выйти не может, и даже если он подфлэшится, ты второй ешкой притягиваешь. Нет, как бы, здесь что-то не сработало на том, но в целом, в целом все... Это, скорее всего, как есть контрпик, они его взяли, я не думаю, что команда диджи занималась все это время тренировкой Клетта на верхнюю линию, к чат-финалу. Да, тут же еще зависит от того, как ваш противник на Свейне играет. Випа явно себя комфортно чувствует, то есть... И это Свейн с хваткой нежити, он на самом деле против вот этих брузеров, которые обычно выигрывают свои матча против Свейна тем, что они супермобильные, он как раз-таки в этих разменах может достаточно долго выходить победителем, а потом уже за счет какого-то захваченного преимущества линию диктовать так, как он хочет. Давайте узнаем, что Рэй, который играл только, что у нас на Кледе в команде Диджи, думает вообще об этом чемпионате мира для своей собственной карьеры, для своего собственного статуса и, в принципе, будущего. Я в Лолд Купе в Ханкуке в первом первом депутат. В Ханкуке в Ханкуке яйн этого не видел, но только в России. Поэтому я очень радоваться с hardware, В общем, Рей не плохо влиялся в Эдвард Гейминге, потому что он игрок такого стиля нащего летми, надежный, не пытающийся быть каким-то ярким карьером. То есть это не Кин, это не ЗШ, это не СМЕП, он играет надежно, потому что у него уже взрывные кэри безумные, порой слишком безумные скауты и Айвой, поэтому ему необходимо быть надежной опорой. И именно ей он и является в большинстве матчей, то есть у него были отдельные игры на Троксе и, допустим, на Кредик, где он тоже может как-то кого-то поддавить. Но так или иначе, Эдиджи из-за этого стали более командой такой основательной, менее какой-то совсем такой прям на основе на монетке, там на какой-то проигрывающей порой симфайты. Да, то есть поэтому Рей неплохо провел свой первый чемпионат мира, вот, поэтому впереди у него явно неплохое будущее в рамках ЛПЛ. Вот, вот и узнаем. Пока у нас замен нет, Эдиджи выбирают себе красную сторону. Ну, это стало уже таким, как столбом, можно сказать, для команд, которые хотят для своих соло-линий получить комфортный матчап, чаще всего это для мидеров. Очень много драфтовых вилл, которые хорошо работают в первых раундах, потому что ты отдаешь, там, условно говоря, Шаю, забираешь Листара и Лесника. Отдаешь Рейкона, забираешь Шаю Листара. Отдаешь кого-то вроде Ургота, забираешь себе Атрокса, допустим, и за борта. То есть очень много вариантов, поэтому справа играть, когда у тебя хороший полчемпионов и желание какого-то своего сильного слоера вывести вперед в выигрышный матчап, это работает неплохо. Поэтому пока... В целом это зависит немножко от меты с точки зрения количества вот этих блайндовых пиков. Когда в мете очень много условных, там, как вот Камила была, например, когда она вышла, когда у нее ответов на нее нет, ее можно забирать просто. Если блайндовых пиков много, то с синей стороны играть проще, потому что ты просто можешь брать вслепую таких персонажей. Красная сторона — это про ответы, это про более легкий драфт с точки зрения проведения драфт-фазы. Но, опять-таки, этот принцип сохраняется. Красная сторона решает, что остается на столе, а синяя сторона делает первый выбор. Сегодня, кстати, Арман говорил, как раз сказал, когда он был на аналитике, про то, что зачем Африка берет красную сторону, если они пока не особо понимают, для чего они ее берут и особо ничего не контрпикуют. То и ДиДжи нам сегодня прямо с первой карты показывают, насколько красная сторона у них сильная. Сейчас фнатики должны быть готовы к ударам от ДиДжи. Нельзя ставить себя... Ну вот, отбанивают Рейкона уже, Мейка его не получит. Это означает, что реакция может быть, допустим, там, Баншаи. Вопрос, будут ли банить, опять же, фнатики еще и Кайсу, как они сделали это, да, этого Ургота, сами банят. Кстати, Випа, видимо, не тяготеет к этому чемпиону особо, либо считают, что им важнее Атрокс. То есть, это такой бан Ургота слева — это всегда бейт, как бы, на еще один бан. Чаще всего это бейт на бан Атрокса в ответ. Это такой размен. Я, кстати, не знаю, зачем Ургота, они сами себе закрывают. Или Бланку еще забанили. Это интересно. Ургот слишком сильный. Да, это правда. Можно на топ для Бипа, его также можно зафлексить. И вот как раз-таки он, в отличие от каких-нибудь Свейнов, он не боится этих флексов. Потому что против Свейна можно что-нибудь такое агрессивное выкатить, и ему нужно поскейлиться. Ему тоже желательно предметы побыстрее получать. Ургота плохих матчапов мало, да. Считают, что, ну, я думаю, что Никита нам расскажет про матчап Сион Ургот, да. Это славутый. Ну, забирается релли я вновь для, скорее всего, капса. Я не думаю, что Бипа, учитывая его статус, учитывая, в принципе. Вот. Показали нам наклейку. Напоминаю вам, что на турнирах крупных у игроков нет своих клавиатур. И они конец сугубо на мероприятии, на мисс проведения. Поэтому они начинают турниры на новых прямо девайсах, чтобы никаких там ничего. Макросов. Такого не было, да. Макросов каких-то заготовочек. Ну, и, конечно, у Сенс Керина приводят в два раза больше клавиатур, потому что он их расходует немножко, да. Потому что проблемы с чашками. Но мы знаем, что виноваты чашки. Конечно. Не Свин Скиерин. Сенс Керин умеет пить воду. Он научился. Кайса забирается для Айбоя. И Алистар. Кайса Алистар — это одна из самых таких вот стабильных связок на нижней линии. Да, она проигрывает подавлению многим. Здесь может быть там условно, да, там Люциан Браум, Варус Браум. Даже Изреаль Браум, в принципе, может быть, но... Вообще бы сейчас зарядить вот Тристану и Слэш Люциан. Да, Тристан, а еще есть... Люциан, понимаете, Люциан такой чемпион. На нем шикарно зашел очень для Снеги чемпиона. Он хорошо играл на нем Узи в групповом этапе, не вчера. И именно вопрос в том, что Реклос, как-то вот у него, я чувствую, у него вообще кризис уверенности бывает, что он берет себе слишком лейтгеймовых чемпионов, видимо, опасаясь, что в ранней игре его, ну, нет уверенности в себе, в своем саппорте, в своей агрессии. То есть он берет то, что работает гарантированно. Севир, Изреаль... Ну, может быть, еще дело в том, что команда не хочет играть вокруг нижней части карты в ранней игре. И здесь я, кстати, поддерживаю тот момент, что они не стали забирать АДК. Варианты еще есть. Есть Изреаль, есть Тристана, есть Севир. Есть Варус. Есть Варус. То есть их много, конечно... Но просто сейчас, понимаешь, отбанят. Да, что-то отбанят, конечно, что-то отбанят. Но в целом... Туда же. Шая, ну, скорее всего, будет бан Шая или Севир. То есть это просто те два АДК, которые еще некоторую сейфовость несут и несут в себе возможность зачистки миньонов. Если баня в бан отправляется Шая, то Севир, драфт, где у тебя Ксенжао и Релли, это драфт, который работает очень жестко по таймеру. Орна отбанивают, и вообще у Бвипа чемпионов не очень много остается, потому что Сион... Есть еще Сион. Ну, Сион, да, но Сион был чемпионом скорее Соза. Вот. И Бвипа сиял на Орне, сиял на Свейне. Не, ну вообще Бвипа впервые чемпионом стал, кстати, Европой именно на Сионе. Да, три игры на Сионе. Когда болел Соз еще, тогда он... Ну, да, тогда травма была у французского топера. Сейчас Сион для Рея просто уедет, и все. Кстати, вообще... И вот те трипл танки, и вот мы... Да, вообще очень может быть, потому что это Кайса. Мы видели, как работает композиция с Кайсой. Опирает опять. Готов ли Хара играть на Лесине против Брокса? Против Брокса на Ксене. Ксена, против, на самом деле, нет, потому что Ксенжао, да. Да, то есть Ксен, это один из самых сильных в ранней стадии Лесников. У нас, так, мета шифнулась больше к Ксену. Но мета, где Лесин не самый сильный чемпион в ранней игре, я не знаю, могу вспомнить такого года, чтобы не было такого, чтобы был кто-то сильнее, чем Лесин. Лесин все еще очень сильный. То есть, то, что я говорю, что Ксен там чуточку посильнее, это не значит, что Лесин слабый. Да, Север у нас забирается для Реклса, и теперь вопрос, что же пойдет на верхнюю линию? Скорее всего, Сион. Хотя, понятное дело, что танков против... А, ну есть Чугата еще, кстати, мы про Чугата забыли. Тоже стабильный, достаточный персонаж, очень легкий в реализации, очень сильный для танка на лайн-фазе. Как по учимому композиции у ФНАТИ, то есть... Ага, а это Виктор, и это опять двойной флекс. Влайнд? Это двойной флекс. Вы всегда можете отправить Виктора на среднюю линию, в зависимости от того, что мы увидим на верхней линии. Виктор против Галю должен чувствовать себя очень комфортно. Здесь этот двойной флекс, по крайней мере... Ну, по сути, оба эти чемпиона в Галю хорошо стоят. Поэтому здесь, по крайней мере, либо ты отправляешь Рейлю на мид, и свой интерпрет на топе. Но мы помним, что Галю еще... Кунтерпиком на Галю являлся долгое время на мид-лейне Викторской криптомантии. Да. Поэтому есть вариант такой. Это Шен для Рея. Для Рея чемпион. У Рея была безумная игра против КТ, по-моему, на Шене. Как раз таки вот они играли. Или против кого-то, может, против мэдов, где он вообще буквально там соло выиграл в игру. Вот. И поэтому, да. Хотите загадку? Вокруг кого будет играть Эдвард Гейминг? Вокруг Клетина, конечно же. Здесь все взято для того, чтобы Айбой настрелял. Это вот просто максимальная связка для Кайсы. Кайса, летай вперед. Ну, если необходимо подойти к Айбою, мастеровать ему плечи и сказать Айбой, дружище, не флэшайте вперед, пожалуйста. В принципе, я не знаю. Тут можно. Мне не очень нравится, что Фнатики отходят от стандартных сетапов, потому что это было видно вчера по Айджи, где танк на топе, две победы. Танка на топе нету, сразу два луза. Сегодня, в принципе, то же самое. Кин как играл на Викторах, ничего не получалось вместе с командой. Вот сейчас пока танков на топе нету, я готов бахнуть, наверное, 2-0 на Айдиджи. Ну вот мы узнаем, насколько предсказания Зака оправдаются, хотя он все еще верит команду Фнатик. Но пока у команды из Европы дела идут не очень ярко. На этом слово Коу Стару и Вандерфул. Спасибо огромное, Алексей. Да, не то слово, у Фнатик идут дела так себе первую игру. Они без шансов проиграли. Вопрос сейчас, смогут ли они камбэкнуть и превратить эту серию в Best of 3, или же это будет 2-0 на Айдиджи. За счет чего камбэк? Как не за счет Виктора на топе, потому что Випа еще до того, как был в Роксах, он же уже тогда был номер один на ладере, у него было 2 чемпиона. Один был Джейс, а второй был Виктор. То есть Випа это такой проверенный годами игрок на этом персонаже. Всегда он отмечал, что очень ему нравится играть на Викторе, очень там много микрить можно. Вот и посмотрим, насколько это будет действовать. Вот и посмотрим, дорогие дамы и господа, вторая игра. Команда из Европы. Фнатик против команды из Китая. И Айдиджи. 1-0 пока что счет, но посмотрим, изменится ли ситуация в пользу европейского коллектива в этом матче. Погнали. Посмотрим, как у Капса будут дела в основном, потому что Капс прям сильно страдался в предыдущей игре. И игрока молодого могло бы это вышвырнуть прям из своей зоны комфорта. Но Капс все-таки достаточно уже проверенный опытом молодой человек. Все-таки не первый раз на международных турнирах. И должен оправиться. После такой карты бой вообще погибать здесь нельзя ненароком. Потому что Айдиджи тоже полностью прям коробку передач поменяли. То есть если прошлая игра, они прям неслись вперед, не останавливаясь, то в этой игре как раз уже такой более классический для Айдиджи стаб. Вот у нас есть стрелок, он очень скилловый, давай поиграем вокруг него. Да, я бы отметил тут Фнатик. Они прям пытаются поставиться прям, да, то один, то второй. Минус скачок у Галю. Это можно наказывать с Ксинжао. Ну там Клинс у Капса, то есть чуть сложнее это делать. Все-таки если было воспламенение, то понятное дело Галю мог бы вообще там погибнуть уровень на втором, третьем. Но опять же, то есть Ксинжао, Лесник готовый забегать на центральную линию вообще когда угодно. Но опять же, то есть скачок у Скаута будет в районе шестой минуты. Как раз в этот момент он будет получать шестой уровень. То есть они будут играть в этот момент. Отмечу бан Бланки в этом матче. То есть отошли от бана Кайса, который был в первой игре. И они решили, что не, не будем бить Пайбою. Но они еще Рейкона забанили. Да, чтобы не было связки Шай и Рейкона. То есть они поняли, что ботлайн это... То есть... Проблема начинается отсюда. Ну нет, то есть проблема начинается наоборот. Не с ботлайна. Проблема начинается с... Ну в прошлой игре, то есть ее сложно воспринимать как показательную, потому что в прошлой игре прям все пошло не так. То есть это как скрим, который ты вот сыграл и забыл. Потому что, ну вот мы умерли на первом уровне, досадно. То есть в следующий раз не умрем, будет все лучше. Это как знаешь, иногда бывают такие скримы, где у тебя вот такой старт, и ты сразу паузишь и говоришь... Ну да, типа давай заново. Да. Can we remake? Из-за чего североамериканские команды часто очень хейтили друг друга, потому что команды не умели играть мидгейм или лейтгейм, потому что все ремейкали посырани, и все обычно заканчивалось на 15-й минуте. Ну это все-таки не соло-кует, а тут можно их подкомбэкнуть. Реклз, ой-ой-ой. Хорошего мало, скачок приходится тратить. Для Реклз хорошего правда мало, и диджи полегче. То есть на секунду Хелисанка отошел, то ошибка такая детская. Клэш нажимает, и Рэй тоже флэшится. Рэй как-то вообще на месте, по-моему, флэшнс, довольно дешевый. Он мог за предикт попробовать флэшнс. Ну вот он и пытался флэшнс наперед, то есть чтобы Випа там попробует попозже делать, но Випа вообще не сталкану. Но это все равно размен в плюс для диджи, потому что Виктор без скачка совсем не мобильный персонаж. Сейчас можно просто лисинн зайти еще разочек, и все, до свидания. Да, у Шэн все-таки есть возможность подбежать. Но здесь линия нормальная для Рэй стейт, Рэй главное ее вот выстоять. То есть он стоит ее, особо по миньону не проседает. Но он вообще выйдет вперед, скорее всего, всех добьет. Ну, в плане там, вот это шестая минута, мы смотрим туда вот 6.30, у скаута будет шестой уровень, у Рэя будет ультимейт. Вот если там что-то они попробуют разыграть, наверное, никто не удивится. Тележку пропустит, Рэй. Досадно. Ну, Випа пока что выходит вперед, через Q качается, кстати говоря. Вопрос, через что Виктор будет здесь? Потому что предыдущего мы видели. Вот Аткин сегодня играл через Айсборн. такой более прям супер-лайн-доминант Виктор, но который особо не скейлился. Здесь, может быть, будет чуть по-другому. Вип аккуратно играет, понимает, что... Цена его смерти будет очень высока, на самом деле, потому что если бы Виктор погибает... Ну, Рэй здесь идеально вейв держит, то есть Випа приходится оверэкстендить. Ну, тут, да. Ну, тут и Харо, понимаешь. Всё, и Рэй зафризил, Харо уже просто уходит. Стой сам. Фриз сколько хочешь, мне здесь делать нечего, раз так. Неплохо. Неплохо делает Рэй. Ну, Рэй достаточно всё-таки мастеровитый молодой человек. Несмотря на то, что в прошлой игре у него не пошло. Ну, тоже как не пошло. Не пошло на старт, то есть старт первый уровень завалил, из-за этого пришлось так немного вторым номером играть, но там команда стампила так, что там и Рэй в конце подключился, так что... Ну, там не критично. Реклос пару раз загрыз, и ладно. То есть своё дело сделал. Пока что Брокса впереди по фарму идёт. Чуть-чуть на два кемпа обгоняет Лисина, Харо. Ну, это особо погода не делает, конечно, Фнатик. Ну, там есть Громп, то есть один кемп фактически в плюс сейчас у Брокса. Потому что Жабу сейчас заберёт, то есть как раз Голема добивает Брокса. Ну, вообще у него будет ещё плюс... Ну, да, плюс. А Краб есть? Ну, там вот часы. Там через ноту будет. Скоро будет. Вообще матчап Север-Алистар очень в плюс для Кайса Алистара, точнее. То есть матчап... Алистар-Кодрин Север-Кодрин. С тех пор, кажется, спеллшилл перестал блочить сразу Сукамбу. Да, да. Стал себя... Алистар гораздо лучше ощущать против Север, плюс всё-таки у него теперь дополнительно есть кулдаун, которым тоже можно спеллшилл сбивать. Поэтому... Випа, кстати, надо бэкаться, мне кажется. Хотя... Ну, ждёт, наверное, пока на аугмент хватит. Вообще под башней придётся пачку добивать. Ну, то есть... Не задавит Хара, и за счёт этого не бэкается Випа, понимает, что... Вообще 3 на 3, я не уверен, что здесь сильнее Фнатик. Вообще должны быть. Ну, 4 на 3, понятно, что они сильнее. Да, понятно. Нет, и 3 на 3 они, по идее, должны быть сильнее за счёт Браума. За счёт Браума? Угу. Ну, Кайса всё-таки. То есть если Кайси дадут там пострелять... Опа, а там драчка помогает партип, потому что если Галлио... А тут закрыть могут? Айкраб отдали Фнатик на ровном месте. Фнатик не стали закрывать, экзэп накажут. Хелисанг старается задефть Рекклеса, скорее всего выйдет Фнатик, но всё равно... Неприятно. Рекклеса нет скачка, кстати говоря. Стан по мейке проходит. Исид прыгивает вперёд по Рекклесу, пытается сыграть. Хелисанг хорошо блокирует весь урон сейчас от команды и диджи. Хелисанг молодец. Задефал своего... Но ещё по ресурсам так поражали. И это важно, потому что скаут шестой. То есть Фнатик здесь очень осторожно. Сейчас могут, да... Могут их задавить. Ирэйль это на миде должна... Идёт скаут, скаута здесь. Да. Ирэйль пошла на миде приоритет забирать. И там Шен шестой. Ой, здесь пять человек сейчас будет. Ой-ой-ой, для Фнатик может игра закончиться прямо здесь. Комба по Брауму идёт, пытается его забрать. Хелисанг откодит к вышке, идёт сразу же ульта. Стэн дюйдает от Шена. Лисин серьёзно просил по здоровью. Первую кровь он уже забрал. Брокс старается отойти. Здесь скрипы. Большая пачка. Ну Брокс тоже минус. Это два убийства. Будет ли Брокс пытается убежать. У него скачок. Есть, он его нажимает. Пока что выходит Брокс. А здесь ускорение Краба. Вот ИДЖ. Вот если бы было ускорение для Брокса, мог бы он выйти. Но не тут-то было. Команда ИДЖ забирает два убийства для себя. И... Ай-бой получил. Каким-то вероятым образом. Он там войтикером, что ли, его забрал? Випа на топ, кстати, сделал ТП. Да и ну... Ну Виктор просто от него польза не особо. Ну да. В любом случае. А, кстати, Рэй... Рэй сдал ТП. То есть он отдал ТП на ТОП. Не, Рэй много... Они много, на самом деле, ИДЖ потеряли, потому что... То есть они, да, сделали два убийства, но времени... Вот здесь я не уверен, что им стоило чездить Ксена. Вместо того, чтобы забрать вышку просто. Да, скорее всего. То есть здесь стоит полторы пачки. Да, бейте вышку. А хотя Капс... Не, ну Капс подходит. Капс заклирал бы, на самом деле. Ну Капс можно было встретить в пятером. Да, в пятером можно было бы и забрать. Вот Сикер здесь, по-моему, забрал Айпой. Мне кажется... Да, 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 Вшкой. То есть настолько думали ИДЖ, что быстренько заберут... ИДЖ просто за это не получили ничего. Они бегали за Брокса. То есть даже ассистов особо... То есть Мейк ассист не получил. Скаут ассистов не получил ни за одно убийство. Рэй получил один ассист за первое. То есть такое себе. Убийство довольно дешло. То есть два убийства, но ничего страшного не произошло для Фнатика. Потому что, опять же, у Север теперь есть скачок. То есть можно из-под Элистар выходить. Хотя, так что-то я сказал, а ИДЖ пора... Да, из-под Элистар хотят сыграть. Капс подходит сюда. Ну это очень странно было. Прям очень очевидно сыграл Бип. Не, не, не. Очень очевидно сыграл Бипа, если честно. Скачок уже есть и у Рэйл Бипа. Так я что-то сказал, что ИДЖ, знаешь, много потратили. А так ты смотришь... Скачок, исцеление, это СНД Юнайт. Тут и всё. То есть, ну, совершенно расходный инструмент. Казалось так, потому что времени очень много прошло. То есть они по времени долго бегали. То есть ни те, ни другие особо много ничего не потратили. ИДЖ устраивает такой вот чуть помедленнее. Эрлигейм какой-то сыграть. Не нужно им прям сноуболиться, как в прошлой игре. Прям яростно. Ну, Фнатиков тоже, на самом деле. Потому что Фнатик... А, инфернально сейчас получит. Четвёртый подряд. Неплохо. Не, не то, что Фнатик не скелится. Фнатик тоже готовы стоить здесь очень долго. Успеет ли? Ну, КАПС успеет умереть здесь. Ну, да. При желании, если там ещё пару шагов сделать. Не будут драться. Это нужно. Объекта нет, всё. Идти бот отклилить. Посильнее... То есть не то, что... ИДЖ просто спайкается чуть позже, чем в предыдущей игре. Потому что в прошлое там... Один предмет получили, всё. Идём с таймпим. То есть у нас ЛБ с одним предметом, ША с одним. Всё, комфортно себя чувствуем. Здесь такой вопрос у меня в Викторе. Как он должен работать? Что? Какую задачу выполняет этот чемпион? Ну, опять через Айсборн будет. То есть такой прям, который давит на лайне. Ну, не знаю. То есть я пока не готов, знаешь, подписаться на Hype Train. Билеты купить не готов пока. Только Зайцем могу проехать. Главное, чтобы сегодня Виктор Зайцем не отъехал в 0% винрейт на этом турнире. Потому что он на плейне проигрывал. И в Африке два раза пикнул? Африк Синь два раза в него проиграл. Ещё сейчас проиграть. Там обходит ИДЖ сзади за спиной. Ну и тут Реклес. Ну, Хелесанг просто заберут. Бесплатно убийство. Может чуть подстрелять Реклес, но такая сложная ситуация. А ещё, кстати... Ну, это опять то же самое. Отвести пачку можно. Можно вообще отвести пачку Хелесанг. Забрать пачку крипов, нет? Скауту отдадут, чтобы не зря ходил. Ну, вообще зря. Хелесанг мог... Ну и вышку тоже. Вообще задеф. Подгрызут. Подгрызут, но приходят капсы, и всё не так плохо. Но 4 в 3 здесь всё равно. То есть, осторожный будет Фнатик. Понятно, что есть ультимейт. Там у Ирэля это всё очень классно. Ой, под Випа проходят там. Випа сейчас ещё вышка ударит. Ну, не страшно. Рей так ещё неплохо Микрит. То есть, оббежал от Гравитон Фил. Не, Рей хорошо. Скачка играет по Випа. У Випа есть флеш, Випа выходит. Ну, это опять польза, размен для Рея. Потому что теперь знают они прекрасно, что 5 минут Виктор без скачка. Скаут. Играет капс очень агрессивно. Пытается по нему Харвар разыграть. Здесь капс выходит. Разворачивается ещё. Не, ну там капс знает, что особо... Хотя... Это же опять Рей. А это не минус Виктор, чё сам? Вообще не должно быть. Если Випа всё правильно разыграет, ультимейт нажимает. Нет, Випа умрёт, скорее всего. Випа. Какие-то щиты накидывает. Ну, Шену как. Рей хорошо. Микрит здесь. Випа. Вы. Нет, не выживает. Погибает Випа. Рей его забирает. Хотя мог. Рей вообще не останавливается. Да, и скачка играет. Рей доигрывает по капсу. Капс, скорее всего, тоже погиб. Здесь подкидывание по капсу идёт от скаута. Рей. Капс разворачивается по Рей. А и выйдет капс. Кстати, могут развернуться. Это прям плохо. Ну, Випа, конечно, здесь, да. Зафейл сильно. Вообще мог убить. Убить Ре спокойно, если бы не слайм бежал с на меня голову. Это, знаешь, типичная ошибка игрока против Шены. Я удивлен, что Випа такую допускает. Ты сам на Шене играл немало. Что когда ты не бежишь, так... Ой, здесь хорошо подкидывание. И скаута могут забрать. Здесь Браунт тут как тут. Минус скаут. Очень красивый. Ну, на ровном месте ТИДЖ много отдают. То есть за возможное убийство капса отдали два глобала. Отдали скачок у скаута. Убийство не забрали. Из-за этого ещё Галлио погиб. То есть это всё хорошо, что там Рей убивает Випа один на один. То есть то, что происходит после этого, это прям фаталь. Ну, страшного ничего нет. Но совсем такие ненужные. Рассказываю. Когда у Шена нет таунта, всё, что надо делать, это бежать в противоположную сторону от него мяча. То есть тут Випа очень много. Вот сейчас ошибка главная Випа. Беги в другую сторону. Не пытайся бежать к вышке. Бежи в противоположную сторону. Тебе урона хватит, чтобы его добить. Шена КТ таунта на первом ранге 16 секунд. 16! Это очень долго. Здесь не попал Харон. Весь на ней страйк. За это не смогли капса забрать. Близко было. Ну, всё равно. То есть даже если Паникапса забрали, это минус 2 гол было. Минус скачок у Галлио. То есть было бы, конечно, лучше, чем то, что они отдали 2 убийства на ровном месте. То есть с Хелисангу нельзя уходить с бота. В общем, суть такова, что Фнатикам нужно держать бот ещё полторы минуты. За это время он успеет... Рейджбейт уже вряд ли. Ну да. Но Випы должны успеть забрать вышку Т1 на топе. То есть тут должны либо прийти к Си на топ. Она прям сильная там? Да, там на 30-20%. То есть очень-очень пробита сильно. Там же пинги пошли. То есть нужно дефать. Понимают это прекрасно. И тут либо дайвить бот. Ну, Снатик агрессивно защищаются. Снатик правильно делают. Сейчас нужно просто задефать вышку. То есть законтрить дайв потенциальный. Хара. Так, по Хару играет капс. Откидывает его. Хару ничего неплохо сыграл здесь. Нечем скаута прилететь. У него нет ульты. Но забрал караман. Опять рейгонит Випа, кстати. Випа там 75%. Он нормально все. Випа. Ну, то есть ман нету Випа. То есть особо это все хорошо, что у него там 75%. Но без мана он бесполезен. Ну да-да. Хотя хватает кушки на то, чтобы щиток полностью сбить. Уже неплохо. Здесь с Тиоматом сейчас рейд намного сильнее. Чем в предыдущий раз. Ну, пока без мана Випа, да. Тут все, видишь, как вышка просела сильно. То есть тут два. Випа сборн будет, у Випа ему будет полегче. Тут две опции. То есть, либо сейчас, кстати, он может Таун там сыграть. Но у Випа слишком много хп. То есть две опции. Либо сейчас пытается Брокса зайти на автобус. Он вообще в мид играет. Ну, такое, не знаю. Рискованно очень. По скауту пытается разыграть. Пытаются скауту задавить. И будут давить. Да, оптимай нажимают. И Брокса впрыгивает сюда. Урона очень много проходит здесь по скауту. Быстро его разбивают. Капс, без скачка, кстати говоря, танкует вышку, чтобы Брокса добил. Все равно, то есть, по деньгам впереди сейчас Фнатик на 400. И заберут еще вышку на АТОВ. То есть, это 1000 голодовый перевез. Но первая кровь упала. Пятый, правда, Инфернал подряд. Сильно. Ну, это сильно. Но тут же Фнатик должны будут драться за него, если честно. Я не вижу опции для Фнатика. Но у них кулдауна фасовых нет. А там даже выгнал его. А, Рэй на базу пытался уйти. То есть, 20 секунд кулдауна фасовых нет. Ну, потому что есть тут как бы стенд юнайт и поведение героя. И все есть у EDG. Все, что нужно. То есть, нет только скачка у Гарри и у Рэй скачка. А там ультимейта у Ирэли нет. А без ультимейта Ирэли и без ультимейта Ксена драться, ну, не особо. То есть, довольно противопоказанно. Потому что Виктор все-таки достаточно слабый сейчас еще. Ну, можно попробовать Минзе брать за это. Да и Севир тоже с одним предметом, ну, такой. Уже стартанули. Ну, да, тут должны отдавать Инфернал. Минус с двумя. Понимаешь, играть в Фнатик нужно драться. Потому что отдавать пять подряд, ну, такое себе. Ну, это плохая затея. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Уже есть Айсборд. По Би поиграют. Мейка. Подкидывание было здесь от Хилисанга. Скаут подходит. Очень опасный момент для Фнатик. Могут все попадать здесь. Айбой рывается здесь вместе с Рэем. Минусуют уже двоих здесь. Кстати, Альстар падает. Айбой пытается раскатить. Директ из-за его бьет. Брокса прыгает вперед. Подкидывание проходит по Кайсе. Айбой падает. Падает еще и Харро. Триплкилл для Брокса. Минусуют Рэя. И Скаут может погибнуть. Да неужели так? Это будет размен 1 в 5. Эй, используя Фнатик. Прекрасная драка на Инфернальном Драконе. 2. Глобала была использована ADG. И это им не помогло. Разрывают. Просто в пух и прах и забирают Инфернального себе. Фнатик еще и вышку на меде получает. Ну, в общем-то, игра только закончилась. Можно было бы сказать. Ну, вот проблема Галлио. То есть, вот он там много времени пробегал внизу, потерял. Потом вот это вот убийство они на капсе не сделали и все. И после этого прям посыпался Галлио и Рэль его постоянно прошит. Типа, это вроде бы неплохо начинается. Ну, то, что ты смотришь, Алистар погиб. Шен особо ничего не делает. То есть, да, они там догрызли випа, который особо, ну, тоже не самая приоритетная цель. Рекл стоит на фрифарме. Кап стоит на фри. Ну, как бы. И проблема просто в том, что Ксин больше в длинных затяжных тимфайтах дает, чем Лисина в такой стадии игры. Потому что Лисина, то есть, ты там кикнул какую-то цель и ваншотнул ее. А Ксин стоит и дерется просто. И, ну, все. Боевой мощи больше у Фнатика именно. Распределена она. По чемпионам по-разному равномерно, да. Ну, тут проблема серьезная для EDG начинается, потому что преимущество почти в 5 тысяч, 4 тысячи все-таки. Преимущество в пользу Фнатик. Они заберут, скорее всего, Герольда здесь и смогут получить еще одну таверку для себя. Возможно. Все очень хорошо у Фнатика, потому что Галлио до сих пор без Жезловико. Триндфорс у Капса. Капса стоит на одной стороне карты. Випа не подойти сейчас. Випа на другой. И стоит в центре вот этого Севир. И все. То есть, Севир... Вообще, Севир, Браун, Ксинжао это очень хорошая тройка сама по себе. Потому что Браун, Севир... Ну, Браун, Севир по дефолту это связка. Та дабла, которая в миде стоит очень сейфово и эффективно. То есть, ну, лучше, наверное, только Севир там кенч, пожалуй. То есть, проблема в том, что Галлио не очень получается Дежурную внутреннюю реализовать. Не потому что они не умеют с ним играть, а потому что одна ошибка Галлио, она прям сильно его замедляет, айтемизацию сильно замедляет его продвижение. То есть, вот он уже два уровня проигрывает Эрелли. Галлио все-таки очень... Персонаж зависим от того, насколько хорошо идут дела. То есть, понятно, что он будет полезен, даже если команда проигрывает, потому что у него там много краудконтроля и всего такого. Но когда Галлио впереди, ты прям чувствуешь, что Галлио стампит, он везде Галлио. И здесь уже не получается так делать. Из-за этого Галлио проседает, и они по темпу начинают проигрывать, потому что у них персонажи очень такие бурстово-ориентированные, за исключением Кайса. А Кайса одна, как бы, ну, тимфайт не вывозит, пока у него там трех-четырех предметов нет. Здесь, наверное, не то чтобы лица, но какой-то более... Ну, дрейвен, наверное, был бы здесь хорош. Для этого нам Шекелав нужен. А не Айбой. Айбой может сыграть на дрейвене, ну, то есть... Шекелав тут все-таки самый известный. Полуфиналь, надеюсь, увидим. Вчера странно, что, кстати, ни одного не было. Нужды не было. Просто, если мы смотрим на сетап в целом, то у EDG, будь у них дрейвен, наверное, побольше бы возможностей появилось, чем с Кайсой. Потому что Кайса на early game она так себе стреляет. А вот Галлио Рисиншен — это топ-сайд-связка, которая хочет Ау-Е4. Ну, наверное, знаешь... Да даже Изреаль какой-нибудь был, какой-то персонаж такой, который прям получает очень быстрый предмет, начинает спайкаться. Изреаль даже лучше, чем какой-то дрейвен. Потому что, опять же, у тебя сетап, который врывается вперед, и ты хочешь быть тоже достаточно мобильным, чтобы поддержать их, если что. Но, что я думаю по этой игре, задумка была у EDG абсолютно правильной. Мы хотим застомпить бот. Нет, у EDG было все нормально, вплоть до того момента, когда они Капса не убили вот здесь, вот в углу. Хотались убить, да. То есть они отдали там два глобала, скачок на Галлио, не убили Капса, дали там убийство, потому что скаут погиб через 20 секунд после этого. То есть на ровном месте там EDG отдали очень серьезный голсвинг, очень серьезный, очень большое количество возможностей для розыгрыша. И очень замедлились из-за этого. Вот в этом проблема. То есть один такой вроде бы плей, кажется, ну два убийства, да фигня какая-то. Но на самом деле это прям серьезно дает. Бьет по перспективе EDG, которые очень зависимы вокруг кулдаунов, которые достаточно длинные. Ну вот тут став. Я, кстати, удивлен, знаешь, вот в этих Best of 5 сериях, что команды стоят на своем. Вот они начинают первую карту на своей, на красной стороне, например. Они ее до конца, то есть Fnatic выбрал для себя сильную сторону, а EDG такие, ну мы тоже возьмем красную сторону второй раз подряд, будем играть на красной стороне. Не, ну EDG, понятно, зачем сидят на красной, все-таки когда у тебя игроки уровня скаута есть. Ну ты хочешь за кого-то пикнуть. То всегда на красной тебе хорошо. Поэтому берешь галлию. Но с другой стороны, ну... Понимаешь? Вот тут, вот, в чем point. Непонятно. Не всегда можно использовать преимущество. Ну вот в этом и суть. Что, синяя сторона? Ты же не смотришь на драфт, а потом выбираешь сторону. Если бы это было так, то... Да, конечно. Просто в некоторых BO5, там, которая вот, например, была IG2, IG2 и РНГ, да, или IG тоже самое, против KT. Почему KT ломились на блю сайт в каждый матч? Стало понятно, что... Ну, ну да. Наверное, просто не подготовили красную на такой же степени, на такой же степени. Ну, понимаешь, рассчитывать только на то, что вот у нас готова там красная сторона. Я сам был в таких ситуациях. Слава великих людей. Чаустер 2012. Блусайстр раз пинджи. Да. Ой-ой. Сложно здесь даже найти ауты какие для IG2 сейчас, потому что 6 тысяч они проигрывают. Есть, конечно, два предмета у Айбоя, но два предмета у Реклса. Капс 2,5. Сравниваешь с предыдущей игрой, когда у Ирэйли, там, Витцент на этой минуте был, и Фейдж. И здесь у него и Трайфорс, и Витцент, и еще кусок стирака сверху. Вип тоже комфортно себя ощущает. Каплю вообще... Когда он ее купил? Сейчас? Минуту назад? Я даже не заметил. То есть это вот она совсем недавно появилась. То есть это на уровне, если вдруг что, то мы, если что, никуда не торопимся. Ну и пример фасовок у IG нет, то есть им бы хотелось сейчас иметь вот там и Жоню какую-то на скауте, и у Рея два предмета, и у Хара какой-нибудь Night's Out. А здесь ничего нет, и тяжело. То есть понятно, что IG могут какой-нибудь Miracle Teamfight выиграть, но за счет чего пока не очень видно. Ну, учитывая то, что в прошлой игре Опа, Реклес инициирует команду. Она просто бегует. Хотят подраться. Ай, Броксов летает очень агрессивно, ультимейт нажимает, Вип обходит с другой стороны. Стрюшка есть, кстати говоря, Бласко. Он не нажимает. Здесь пытается сыграть Хилисанг. Очень агрессивно Хилисанг работает здесь с ультимейта. Пытается выйти скаут. Вроде удается уйти, но Хилисанг, ой, не Хилисанг, а прошу прощения, Мейко погибает. Да нет, вся эта игра уже фактически закончена. То есть когда Кайса, Шена и Галлю используют ультимейты, чтобы выйти, ты знаешь, что все плохо. А если все плохо, то такая композиция выиграет очень редко. Очень агрессивно играет Бипа. Сейчас может погибнуть. Играет с ультимейта по Хару. Хару погибнет! Бипа в соло, забирает его, но пытается выйти. При этом Бипа выживает! Бипа выживает! Что творит топ-лейнер команды? Фанатик там тем временем Капс разыгрывает! По айбою забирает его. Скаут тоже, скорее всего, погибнет. Рэй пытается выйти. Хилисанг на него стаки накидывает, но не добивает. И скаут может, кстати, погибнуть. Капс оглушение попадает и забирает его. Еще одно убийство. Команда Фанатик получает для себя и Бипа использует телепорт для того, чтобы додавить ADG уже до конца. Но это просто какой-то кошмар и крах для ADG в этом матче. Размен 3 в 0. Даже 4 в 0 получается. Один момент, как превращает игру из той, которая была с преимуществом ADG проходила, протекала, в игру с Томпо и Длёхнатик. То есть фактически два момента и все. И это конечное. Как у нас произошла прошлая игра? В принципе, какое-то подобие. Прошлая игра закончилась сразу. То есть очень быстро. То есть там не было каких-то... То есть у нас там даже не трепыхали. То есть они прям сразу получили по ушам и все. И на этом игра закончилась. Здесь же вроде бы начали неплохо. Все было хорошо. А потом вот один момент. Отдали все глобал, отдали темп на 5 минут. Все, конец. Просто потому, что персонажи не подразумевают то, что будет все так протекать. Еще и Бип здесь вышел. Ну, Бипа хорош. Ну, это вот проблема. То есть урона нет какого-то и хорошо все. Даже при том, что Кельсанг поздно. Я выше. Ну, Бипа, его актерское искусство, оно в последнее время довольно достаточно знаменито на вообще мировой сцене. Ну, знаешь, на LCL даже это было видно. Даже там он уже свое актерское искусство показывал. Ну, тогда Бипа еще был совсем... Как-то еще... Эмоот и спамил. Ну, уже знал, что скаут никуда не уходит. Красиво. Хар хотя бы волчка забрал. Ну, такое себе утешение. И Ди Джина... Ну, то есть, сейчас фактически у Ди Джина, знаешь, такой мини-тайм-аут на уровне, что можно обсудить, что происходит. То есть, что в следующей игре делать? Потому что эта игра, она уже прекрасно не понимает, что она проиграна. Ну, 12 тысяч. И Ди Джин могут дать Миркл в тимфайт? Но, опять же, здесь... Нечем. Одного не хватит. Тут, во-первых, не хватит одного. Во-вторых, нечем бить. То есть, у тебя есть Тиамат, Вариор, Лисин. Нет, ну, тут у тебя как бы есть касси, почти с 3 предметы. Ну, да, урон есть. На одну цель хватит, но другая просто, что надо убить и Рейлю, и Север, и Виктор урон наносит. И еще Ксин стоит, то есть, бьет тебе по голове. Все это прикрывает Браум, через которого ты и не прострелишь. Так что... Так, касси, история. Уйдешь же как-то... То есть, понятно, что Айбой на кассе играет, играет хорошо, но как-то вот без касса у них пободрее получается на этом турнире. То есть, такие прям резвые у них игры получаются. Да я бы даже отметил, что Шая просто... Из-за того, что... О, играет агрессивно. А вот он тот самый важный Мирикл Тимфайль для ADG. Падает очень быстро. Випа разворачивается. Фнатик пытается поиграть. Хелисанг использует ультимейт. Поиграют дальше по скауту. Скаут очень долго танкует. Использует свой стопфатч. Рей нажал ультимейт. Пытается скаут разыграть, но не получается. Минусует и скаута, и Рея. Два игрока ADG погибают. За одного випа падает Т3 на боте. Минус ингибитор. Здесь и, скорее всего, игру Фанатик закончит. Потому что 3 в 4 будет очень тяжело. ДФЦ. Ребятам из ADG. Айбой подходит. Пытается пострелять. Здесь первая Т4 вышка практически упала. Мейка нужно пытаться сыграть. Врывается вперед Капс. Его выкидывает. Брокса здесь выкинули. Хили сам держит на себя урон. Айбой отходит еле-еле. Команда Фанатик вторую Т4 вышку берет. Нексус открыт. Пытаются дожать Фанатик. Смогут ли разбить этот Нексус? Врывается Хару. А теперь отступает сразу сейфгардом. Здесь Айбой. По нему бьет Реклес. Попадает своим Хару. Соник Вейва пытается добить Капса. По Нексусу играют. Не совсем знают, что делает. Точно Фанатик выживает очень долго. Капс. По нему попадает W. И этот Хирсикер. Но не добивает все-таки. И это минус Нексус. И победа команды Фанатик во втором матче этой Бест-Оф-5. И она превращается теперь в Бест-Оф-3. Счет 1-1. Да, в общем, Бестер Фанатик использует то преимущество, которое получили. Ну, сказал, не особо выглядит. Раздосадно. Ну, да, досадно. То есть, прекрасно они понимают, за счет чего они эту игру проиграли. То есть, это как раз ошибки, которые можно исправить. То есть, начало было бодрое от EDG, качественное. То есть, все было хорошо разыграно. Потом вот этот момент. То есть, проблема с этапом с большими кулдаунами. То есть, вам нужно эти кулдауны использовать. Почему? Вот эта шутка про твист фейта есть, что первый ультимейт надо прям, чтобы убийство придавало. Потому что если убийства нет, то 3 минуты ты ничего не делаешь. 3 минуты ты бесполезен. Теряешь время, фактически. Ну, все за то же самое история. Здесь примерно так, что если Шен отдает второй стенд Юнайтед, отдается ультимейт Галлио, то убийство не получается, теряют на этом 2 убийства, теряют темп, теряют скачки. Все, после этого Фнатику уже получают 2-3 минуты пофармить. А персонажи, как и Релли, Севир, Виктор, а что им нужен-то? Стой, фарми. А потом просто уже будешь драться и выигрывать. Причем ключевая драка, которая произошла на Инфернальном Драконе, та самая, которая подарила преимущество там, по-моему, без... Ну, возможно, уже откатился на боте. Как раз без части кулдауна. То есть, скачков не было еще. Да, да. То есть, появились какие-то кулдауны, но опять же, это было слишком поздно. То есть, вышка упала на боте на полторы минуты позже, чем даже на боте. Больше, на три, наверное. Ну, то есть, дольше гораздо. Первый дайв, это Брокса еле-еле ушел. Мне кажется, вот это уже был момент. Ну, то есть, эти же... Не то, что сами карту отдали, но сделали все, чтобы Фнатику было легко. А Фнатику этим воспользовались, за что им большое уважение, потому что команда играет очень сильный с равным счетом в этой серии. Да, красивая игра, красивая 1-1, у нас БО-5 не закончится ни с какими 3-0. Никаких 3-0 вы не увидите, дорогие друзья. Так что мы продолжаем эту серию. Пока что, опять же, повторю, счет 1-1, но у нас небольшой перерыв, после которого третья карта.